Максим Статин Вот смотри Макс, вот на этой неделе была у вас йога И насколько я знаю, вы еще выходили в лес, на улицу Это тоже такой своеобразный тренировочный процесс Как эта неделя вообще прошла? Эта неделя довольно-таки классно прошла Вот пробег в лесу особенно могу выделить Потому что это очень здорово Потом эмоционально ты чувствуешь себя более легкой Легкость какая-то появляется А йога как бы это для меня вообще что-то новое было Довольно-таки все интересно Ну не так легко, как кажется, наверное, на самом деле Ну и были приятные моменты, когда тренер говорил Полежите просто Ну это с определенными там, понятно, делодействиями Ну классно вообще Вот смотри, на самом деле две недели Такой тренировочный процесс, интенсивный Готов-не готов Но в любом случае, мне кажется, с моральной точки зрения Где-то начинаешь уставать Вот ты как себя чувствуешь сейчас? Ну да, как бы есть усталость, но она приятная Поэтому как бы нет ничего такого, сильных перегрузок Я не знаю, я не чувствую Кристина Кандаурова Кристина, смотри, две недели прошло где-то на экваторе Насколько сложно психологически? Как все чувствуют? Психологически, если честно, сложно Хочется есть что-то вкусное, что-то жирное, особенно сладкое Но я стараюсь Посмотрим, что будет дальше Тренировки очень классные, нравятся абсолютно все Будет интересно посмотреть, что будет дальше Хорошо, вот как раз там вы по скайпу связывались с диетологом Насколько ты на 100% соблюдаешь то, что он говорит тебе? Это вообще можно есть? И вообще можно жить так? Да, жить можно Это полностью сбалансированное, именно правильное питание Просто человеку, который питался до этого в корне неверно Это сложно Но в целом это возможно Какого результат? Что-то поменялось вообще? Как себя чувствуешь? Да, я сбросила пару лишних килограмм Впереди еще пару лишних Стала раньше просыпаться Не знаю, с чем это связано Наверное, тоже с этим Ну и настроение, самочувствие стало лучше Сегодня у нас опять командная работа То есть у нас планируется, что будет 15 человек Вы хотели поделить на 3 команды Ну так у вас с 14, поэтому будет 2 команды сегодня у нас По 7 человек будем делиться Делимся точно так же То есть независимо, как мы в прошлый раз были С помощью жребия То есть не будет такое, что у вас там сплотилось То есть команда, да, все Нет, все будет сейчас совсем по-другому То есть вы можете попасть к любому человеку И любой человек может попасть в вашу команду Так, объясняю задание Давай, Татьяна Первое у нас И так, мы судьи, как-то Все, давайте, вы уже проговаривались Мы выстраиваемся в планку 7 человек, то есть в длину Смотрите, сразу акцентирую на чем Становимся рука к руке Рука к руке То есть вы можете стать и вот так Да, можете, можете так Мы под вами будет пролазить человек Галина, поехали Давай Последний, последний пролазит Кот в 7 и становится рука к руке Последний пошел, Сань Пролазит и становится рука к руке И к руке Так мы идем до конца Рука к руке, до конца Последний, вот, смотрите Куда сразу подходим Вот мы, допустим, здесь встали Давай, Сань, еще раз Без слов Вот мы к финишу подходим Без разницы, так Галина То есть смотрите, пока этот не стал А второй, последний не пролазит То есть он зафиксировал руку к руке Потом только идет То есть он зафиксировал Судья вам смотрит Если что, он вернет вас Тогда мы только возвращаемся Последний, вот, если даже он встал посередине Последний все равно пролазит Мы здесь строимся То есть мы закончили все То есть он бежит за мечом обратно Последний человек Мы здесь рассаживаемся Мы рассаживаемся таким образом Пока он бежит ноги к ногам, то есть сели 7 человек, вот были 10, прибегает, то есть он сбегал туда, забрал по мячу на тумбе, последний, тот, кто залез, остановился и побежал туда, берет мяч, сел и передаем мячи, мяч 9 килограмм, Саня, неси, то есть я передал мяч, я бегу, только потом я сажусь, беру и последний только за мной бежит уже. Все, и познали так дальше, ваша задача здесь, акцент на чем, садика, то есть мы не расползаемся, ноги примерно с нога от ноги, то есть вы можете в длину сесть, но у вас ноги обязательно должно было партнера быть, ваша задача, то есть мы не падаем, не кидаем мяч, мы только передаем его, и не так, то есть сидим, и так не падаем, с мячом он не берет, то есть это не считается, то есть вас судья вернет обратно к ноге, то есть не сюда, а обратно вас вернет сюда. Руслан Емельянов, коуч нашего кэмпа, нашего шоу, нашей движухи. Руслан, смотри, подошли к экватору, две недели прошло. Как результаты, как ребята себя чувствуют? Я как понял, кто-то сошел с дистанции. Да, есть ребята, кто сошли с дистанции. Трое. Один выбыл именно по времени успевает. То есть он две тренировки уже пропустил. Все, выбыл уже автоматически. Одна девушка у нас потянула связку, по-моему, она сказала, тоже выбыла. И трое человек у нас выбыло из проекта. Вот уже точно выбыло. Поэтому у нас 15 человек. Вот сегодня еще девочка одна не пришла. То есть у нее, соответственно, все баллы сгорают. А скажи, пожалуйста, вот на этой неделе была йога, были какие-то другие действия. Вот как ребята в целом чувствуют какие-то изменения, может быть, как физически, психологически, как себя чувствуют? Ну, сплачиваются ребята, я думаю, как бы все равно втягиваются, держатся. То есть вот именно то, что они ходят. И даже видно, что в соцсетях они пишут как бы отзывы. То есть им это нравится, то есть все это движение, да, именно спортивно, они как бы, ну, как сказать, и себя этим мотивируют. А последний вопрос такой. Есть кто-то, кто, может быть, тебя порадовал по своей динамике спортивной и кто, может быть, пока лидер, на твой взгляд? Ну, явные лидеры, как бы я не могу сказать, все молодцы, то есть все стремятся, все стараются, то есть все приходят, все занимаются. Это уже большой плюс, мотивация для них, то есть как бы прям конкретного лидера я не могу сказать. Все ребята молодцы, все стремятся. Стремятся, даже как бы был момент такой, что приходили и говорили, ну, как бы у меня вот не получается, ну, можно, я как бы там завтра приду, но не это самое, ну, как бы именно людям это нравится. В общем, мотивацию не потеряли? Нет, 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 наоборот только, да. То есть чем дальше, я так понимаю, тем еще больше и больше и больше мотивации у них, то есть и больше стремления. 20 секунд сидим. Ниже, ниже, ниже. У меня с вами тут стоят. Ниже, еще ниже. Колени не вперед, а так больше назад, колени разводим. Я в джинсу ушел. Сильно, сильно, сильно спина завалилась, держи себя больше и чуть ниже. Черная, вот, да, ты, спину, ровнее, ровнее спину, он же сказал. Поехали, 15 приседаний теперь в динамике. Ого, нет. 15 приседаний. Ниже, ниже, ягодицами прям в пол садимся, пол на кормке здесь надо. Ягодицами в пол, максимально ниже садимся. Почему я не вижу на ваших лицах улыбки, я не могу понять. Пришли, здоровье, спорт, положительные эмоции. А вы как, мущество, я не могу. 15 приседаний, 5 выпрыгиваний вверх. Мы можем делать так, что это, не было такого ни одного участника, который вот пришел, допустим, Руслан, да, потом сказал. Сейчас, извините, Руслан, там, я сейчас быстро схожу в туалет. И был, хоп, и не вернулся. Так, ложимся на живот, 10 суперменов, но делаем задержку, 2 секунды в верхней точке. Сжимаем прессом себе, ноги поднимаем, 10 секунд лежим. Другой, я делаю больше, вы поиграетам себя. Сжимаем себя прессом вверх, да, ноги поднимаем, вот. И в такое положение лежим, руками не убираемся, обход. 10 секунд, я считаю, и раз, и два, ноги, 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 и три. Давай, 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 держаться. Проверять буду твой пресс. Скажи, как вообще йога тебе понравилась? И затрудняюсь ответить. Почему? Ну, в силу того, скорее всего, это какое-то вводное было занятие, поэтому, ну, я до конца не поняла, что это такое, что это, не знаю, вид спорта. Что самое сложное было? Ну, учиться дышать, наверное. Учиться не дышать? Да, точно, учиться не дышать. Так, хорошо, закончили, подышали. Давайте еще 30 джампинг-джеков сделаем, чтобы дыхание у нас... Хорошо. Откуда еще раз объясняю? На самом деле, знаешь, что, Димон, я скажу, надо было, чтобы это был более такой, более, как бы сказать, раскрученный проект, надо было, наверное, позвать Андрея Чуева, он бы тут точно здесь повеселил бы нас. Дилор, ну, на этой неделе, на самом деле, помимо йоги, была еще легкая атлетика, в принципе, как бег. Да, слушай, очень понравилось. На свежем воздухе, в лесу, и тренировка была такая вот, ну, прям по мне, то есть у меня, я думала, я сейчас начну бежать, я не курю, но думаю, все, сейчас у меня, э, бок закулит. Нет, нормально, то есть я не скажу, что она была легкая, слабая, нет, прям вот то, как надо, очень понравилось. И тренер Юля тоже супер, водички нам взяла, кто вдруг забыл. Ну, то есть чувствуется вообще забота от всех тренеров, они полностью отдаются, как бы все для нас. Скажи, пожалуйста, ну, смотри, вот уже ты, сколько-то недели вы вместе подружились, в принципе? Очень, да, кстати, и девчонками, и мальчишками, ну, мальчишками, у нас их уже два осталось, а девчонками, да, мы уже решили, договорились, что после проекта все соберемся обязательно. Ну, скажи, пожалуйста, а вот обычно, когда ты с людьми находишься, какой-то промежуток времени, кто-то начнет бесить, такого нет? Нет, кстати, вообще, на удивление, просто я такая, да, бывает, подвешивает кто-то, и я могу кого-то, ну, вроде как, все дружно, все тихо, спокойно. Ну, понял, все, ладненько, удачи, давай, пока. Ответы готовы? Три, два, один, поехали! Друзья, слава! Да! Беги! Выпрямляемся полностью! Раз! Раз! Покус! Укрепляемся на руки! Три! Три! Пять! Пять! Шесть! Еще раз! Покус! Покус! Девять! Покус! Укрепляемся! Одиннадцать! Покус! 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 1, 2, 3, 5, 12, 13, 13, 14. Волочью упрямляемся Intercomando «Волочью» упрямляемся. Волосы упрямляемся. 22, 23, 24, 25, 20. Волосы упрямляемся, это команда, полосы упрямляемся. Еще два раза. 99, gracias. 9, 10. А что сейчас делать? Победила дружба. Смотри, сегодняшние конкурсы победили, проиграли. В принципе, это какой-то такой отчетный момент, или как, правильно? Что сегодня? Просто мы разыгрывали баллы. То есть, вот у нас уже максимально это 8 баллов у людей, там где-то 5-6 человек. У некоторых по 7 и одна 5. Смотри, правильно я понимаю, что две команды, мы их по-разному постоянно делим, да? Соответственно, кто-то попадает в команду победителей, кто-то. Да, 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 ты правильно говоришь. То есть, чтобы не было такого, что, допустим, какая-то команда стала сильная, да, то есть, как бы люди уже, они сплотились, да, грубо говоря, мы постоянно их мешаем. То есть, и постоянно люди, то есть, зарабатывают этим баллы. То есть, каждая команда побеждает и выигрывает баллы себе. Отчетный период у нас будет, то есть, мы, скорее всего, уже со следующей недели начнем взвешиваться и смотреть уже на результаты какие-то. Потому что с ними работал диетолог уже, он прописал им питание. То есть, кто-то придерживался, кто-то не придерживался, они должны были ему отчет также скидывать. То есть, мы это все суммируем, смотрим и уже там, к концу следующей недели уже будем какие-то результаты, уже выводы смотреть и делать. Почему 1-1? Для тебя 1-1, а для кого-то кто-то побеждал больше, кто-то меньше. Вот, давай Никулиной возьмем. Катя, ну скажи, пожалуйста, за счет чего победили? За счет чего? За счет пота и крови, вот все, локти в кровь просто растесанные. Ну когда почувствовали, что можете выиграть? Когда? Да вообще никогда. Вы просто вот так, вот как в шорох лошадь, вперед и ничего не слышишь. Ну 29-30 вы побежали, да? Да, нет, 31-32. Ну было не сложно? Блин, сложно, вот как опять, как всегда командные соревнования, это жесть, конечно, потому что, ну, всегда тяжело, когда много народу вместе что-то делает, да? Вот так. Понял, спасибо большое.